Погодные условия стали причиной отмены рейса пассажирского поезда «Астана-Казаларда». Состав был остановлен и возвращен на станцию Караганды. Уже там пассажирам предоставили возможность возврата 100% стоимости билета. Отмечается, что температура воздуха в регионе опустилась до минус 35 градусов. Всего в поезде находился 271 пассажир. В связи с погодными условиями, с понижением близкой температуры и ветром, путеследованием сломался состав тарка. Останавливался с Борда и было принято решение, чтобы люди не замерзли, путеследованием вернули состав на станцию Караганду. Мы здесь подготовили дополнительно 6 вагонов купейных, новых. Будем прицеплять к пользу «Астана-Казаларда». Дополнительно. Именно для вывоза наших пассажиров. По данным казахстанских синоптиков, сильные морозы сохраняются в Карагандинской области. Силы и средства департамента по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы. Об этом заявили спасатели на специальном брифинге. Только за прошедшие сутки спасено 5 человек. Провели две поисково-спасательные операции, в результате которых вблизи населенного пункта Актау из неисправной машины был эвакуирован один гражданин благополучно. И на территории Ултавского района, из застрявшей в снежном заносе автомашины легковой, было эвакуировано 4 человека. Пострадавшие были эвакуированы на вездеходах, которые имеются на вооружении. Спасатели обращаются к водителям в условиях низких температур, заснеженности дорог и гололеда по возможности воздерживаться от поездок. Рекомендуется населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния. Самое главное мы бы хотели до населения довести, чтобы в этот период, именно в оставшееся зимнее время, потому что возможно погодные условия также будут меняться, не только в эти предстоящие дни, 6-7, следили за нашими штормовыми предупреждениями, следили за социальными сетями, следили за информацией, которую мы передаем через сотовые телефоны. Вместе с тем карагандинские пассажироперевозчики заявляют, что в морозные дни общественный транспорт в Караганде будет работать в штатном режиме. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.